Итак, дорогие друзья, мы уже в прямой эфир вышли, и для начала небольшая маленькая заставка. Добрый вечер, дорогие друзья, вот на такой позитивной ноте мы встречаем пятницу, наверное, самый любимый день в неделе каждого нашего человека, потому что впереди суббота и воскресенье. И мы как раз подготовили для вас прямой эфир с замечательными Канарскими островами, город Тенерифи, и на том конце земли нас встречает Мартин Секель со своей прекрасной супругой. Здравствуй, Мартин. Здравствуйте всем. Здравствуйте. 15 мая вы познакомились, и ваше знакомство переросло уже, наверное, в такую плотную и хорошую дрожжу. Так что поздравляю, совет для любого. Вам, кстати, официально женаты? Это очень здорово. Это очень здорово. Решите еще раз Мартина представить. Это Мартин, родом из Чехословакии, да, еще из того Советского Союза, который мы знаем, как это была Чехословакия, сейчас Чехия и Словакия, мы немножко по позе поговорим. Дайвер, технический дайвер, который сейчас проживает на Тенерифе. Ну и, Мартин, такой первый вопрос. Вот все-таки Чехословакия, да, мы все-таки, я тоже советский союз, все время говорят, что я родом из СССР, и мы, Юля тоже, по-моему, родим из СССР. Да, 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 и Чехословакия. Чехословакия вроде не морская держава. Да, вот вроде я посмотрел сегодня карту и глянул, вроде бы не граничны с одним морем. А что так вот потянуло-то на такое мокрое дело, в хорошем смысле этого слова, конечно? Да, скажу так. Любовь дайвинг, я, может, преподнул, когда мне было 13 лет, у нас есть много озер, или, как я скажу, карьеры, как у вас есть, но это затопленное место, где мы, как бы, раньше задерживали воду, они до сегодня осуществуют. И во время, в моих 13 лет, в деле производились разные программы для молодежи. Да, в Старый Советский Союз, когда были разные программы, коммунистические страны творили все, как-то, чем-то занять молодежь. И мне так впадло в глаз дайвинг в это время, покружаться в чужой мир, что-то новое. И с того времени я путевал по разных странах, еще за время СССР, где было возможно, в Югославию, в Болгарию, в Румынию, все в Польшу, все эти Чорные моря, или в Югославии, еще в это время была Югославия. Много раз почувствовали. Поэтому, я скажу, дайвинг стал моей любовью, моим хобби, моей жизнью. Ну, как-то, конечно, интересно, да? Вот в Чехословакии в 13 лет заинтересовались дайвингом, было у вас озера, погружение. Ты написал, что как-то, мы с тобой говорили, что ты во время каких-то военных сборов в отдел Акола. Не, ну, может, мы не поняли, может, мое письмо не было так понятно. Не, это было, в это время у нас дайвингом занимались только военные или полицайские. Не было, было очень мало людей, которые были дайвингом заинтересованы. Но когда была программа для молодежи, они нам предлагали разные активы, и мне как раз получилось попасть в такую активы, как дайвинг. И в Инстаграме, как раз я подключаю сейчас все наши сети. Ну, я начну с, наверное, приятного Мартина и Юлия, я вас поздравляю. Добрый, Павел, здравствуйте. У нас еще один участник. Участник – это Павел Маркелов, который также находится на Тенерифе и участвует в этом замечательном деле. И с Мартином организовывает погружение. Да, он будет вместе с нами рядышком, но мы подключимся, когда, в течение разговора. Мартин, дальше такой вопрос-то, да, я тебе задал, ты что-то не ответил. Ты все-таки военный или не военный, да? Потому что у нас в эфире, вот с кем не говоришь, хотя, ну, может быть, это у нас такое популярное в России было, Совет Советов Союз, ты или военный, или бывший военный. Вот у нас в эфире были, там, бывшие морские пехотинцы, один даже шпион был американский, да, вот недавно был. Ты вообще, Мартин, служил? Да, служил, служил несколько лет в армии. Когда я служил, это было два года, в это время армия, и мне, есть история в моей, в моей спортивной карьере, когда я участвовал еще в хитбоксе чемпионате, получилось попасть в спец, спец, как это вы называете? Спецармаду, где служил полтора года еще под НАТО, так же, да, бывший военный, бывший спецчеловек с армией. А в каких войсках ты был? Я был у нас, у нас называются они красные бареты, это люди, которые более-менее в первой линии, есть разные специфика для этих людей. Красные билеты? Красные бареты. Это такие шопки, красные бареты у нас называются, это специальное войско у нас. Ну, это ты, как я понял, срочную службу, да, там, нес? Да, полтора года. Мал два года своей службы в армии, и потом еще полтора года продолжал как профессиональный военный. А, ты все-таки тебе... Ну, вот мы тебя и наконец-то вывели на чистую воду. Ну, нет, не хотелось об этом говорить, потому что, да, есть и хорошие, есть и плохие воспоминания на это, но это армада. Придется служить, когда человек служит, научат очень много, но, как я сказал, в это время, когда я обучался дайвингу, только было возможно полицейским или военным обучаться, и каким-то избранным, как мы говорим, да, потому что не всем было возможно это приделать, да. Асоциация в это время называлась связером, да, там были какие-то критерии, как попасть в эту асоциацию, но и мне как-то удалось, и дало мне то, что сегодня я называю удовольствие и хобби в моей жизни. Выключен? Окей. Как слышно? Уже лучше слышно? Да, 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 уже получше. Так, хорошо. Ну, да, как я сказал, в 18 лет я стал инструктором, и, да, почувствовал по мере, чтобы опыта набирать. Это в 18 лет ты стал инструктором? Да. Это было возможность у меня заниматься чем-то, чем-то любоваться, да. Почему? Потому что, если человек путешествует по разным странам, заходить в разные моря, озера, всегда что-то нового человек найдет. Так, как мне получилось тоже приехать сюда, на Тенерифе, который я никогда не хотел посетить, и приехал, и живу здесь. Понятно. Значит, ну, с 18 лет трудно выбрать себе дорогу. Я понял, ты дальше пошел в армию. А когда ты более-менее начал профессионально заниматься? А в 2001-2002 году, когда я жил в Англии, я начал обратно обучать людей по даймингу. Но в это время, когда было у всех популярным, падай, 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 мне пришлось поменять свой СИМАС, инструкторский сертификат на падай, потому что это был большой заказ. И был человек, который разговаривал немного на русском языке, даже для людей, живущих в Англии, русскоговорящих, неговорящих английский, это был большой плюс для меня. Более-менее с этих лет начал каждый выходный обучать. Более-менее был программ. И в 2008 году я улетел из Англии жить в Египте, где потом жил до 2012 года, а работал климинструктором. То есть ты был в Англии, да? Правильно? Да, да, да. Я жил в Европе. А вообще, открой секрет, откуда я так хорошо выучил русский язык? Ну, наверное, для того, чтобы с Юлей встретиться. Да, наверное, это было еще в школе. Мы все одноклассницы, когда приезжают и разговаривают с Юлей, они очень сложно им как-то разговаривать с ней. Но я скажу, они говорят, что у меня русский язык не был, это был наилучший. Но, да, это уже в школе. Первые мои разговоры, это были за школу еще. В 80-м, более-менее в 84-м, 5-м, 6-м року я уже учил русский язык. Когда у нас был, мы были под СССР, у нас был второй язык русский, пришлось разговаривать и учиться по-русски. Да, это тогда, в принципе, в странах экономического союза СССР был популярный русский язык. И, кстати, не зря, правильно делали, что они русский язык изучают, и до сих пор кто-то изучает, потому что Россия – это все-таки действительно перспективный рынок. И вообще, мы очень дружелюбные, любим нырять и любим путешествовать. И как все-таки ты, а ты в Шарме-то, как я понял, тоже поехал заниматься дайвингом. В Шарме? Да, я в Шарме работал как инструктор, как фрилансер и как инструктор для дайвинг-центров. Микрофон там где-то тоже упал. Хорошо, секунду. Есть, есть, слышать? Ага, получше немножко. Да, да, но и с этого времени, когда я сбежал из Англии, сбежал в страну, где солнце и тепло, и где можно наслаждаться дайвингом более-менее каждый день и работать. Потому что работал уже в Шарме и в Гулгарде какое-то время. Какое-то время работал на сафари-локе, на сафаге. Так же, есть там, пять лет пришло очень быстро и очень хорошо. Решите вопрос нашему товарищу, еще там, Павел. Я здесь, привет. На связи, на связи. У тебя такой колоритик сзади фон «Океаностонрейфер». Сейчас про Мартина все выяснили, я записал. Как меня просила наши компетентные товарищи, чтобы не забыть. Плавное перешли к «Тенерифе». Павел, а ты давно на «Тенерифе» находишься? И как ты до этого? На «Тенерифе» уже почти, скоро будет уже 10 лет. Начиналось у меня, в принципе, тоже примерно как у Мартина, только я был с противоположной стороны. То есть я ловил такие, как Мартин. И если Мартин со стороны НАТО был, то я служил как раз в войсках в морчасти погранвойска ГБССР и был на корабле внештатным водолазом. Вот как раз занимался такими, как Мартин. Не допускал. А потом получилось так, что в Москве у меня был дайв-центр. «Экстрим Клуб» назывался. Потом я начал заниматься дайвинг-туризмом. Отправлял клубы, дайверов и инструкторов по дайвингу отправлял по всему миру в дайв-трибы. Занимался бронированием сафарийных кораблей по всему миру. Занимался обучением технических дайверов. Я был инструктором по любительскому дайвингу и по техническому дайвингу. А потом, как Мартин, также не хватало солнца, потому что в Москве просыпаешься с утра уже уставший. И солнца, конечно, очень сильно не хватало. И это была основная идея переехать вместе с семьей на Тенерифу. Потому что здесь море под пулком, солнце круглый год, весна круглый год, зелень круглый год и счастье, каждый день в счастье. Вот такая предыстория. Здорово. Я, кстати, с самого начала нашего разговора был недалек от истины, что все мы состоим на службе, службе на сегодняшний день нашему дайвингу. Я тоже, кстати, военный с запаса. Поэтому у нас как-то получается, что многие, кто занимается дайвингом, действительно как-то были связаны здесь. И, наверное, это тоже... Романтика с юности. Да, наверное, вот, точно, Павел. Я думаю, что же это все-таки сдвигает нашего брата на такие, действительно, наверное, подвиги. Романтика. И, значит, Павел, 10 лет назад на Тенерифе как раз ты уже, имея большой опыт, как я понимаю, по дайв-туризму организовал свой дайв-центр и начал заниматься продвижением Тенерифе на российском рынке, в том числе. Да. Он так работал именно с российскими, с русскоговорящими. Скажем так, не только с российскими, а с русскоговорящими. Потому что много очень из Украины, из Белоруссии, из Латвии, из Литвы. То есть это из Германии, в которой ребята живут. И девочка к нам с Мартином когда-то приезжала. Мы обучали девочку из Исландии, которая русскоговорящая, украинка, но живет в Исландии. Приезжала с мужем из Литвы. И таких очень много, которые из стран бывшего СНГ, и которые живут сейчас по всему миру. Но когда приезжают, им, конечно, удобнее общаться с русскоговорящими. Вот мы с Мартином занимались всегда. И Игорь Лазаренко поздравляет с грядущим 28 мая. Привет, Игорь. Его тоже, Игорю тоже привет. День пограничника, 28 мая, да. Наверное. Это какой праздник? День пограничника. День пограничника, скажи, СДСРД. Давайте потихонечку к дайвингу. Вот Энерифия. Вообще Канары целых 7 островов. Как я понимаю, это испанская территория, которая находится немножко далеко от Испании. Как я понимаю, на другом конце земли. Еще от Испании туда и лететь, и лететь. Я сколько помню, по-моему, лететь от Москвы, это 7 или 8 часов, по-моему, да? 6,5 в одну сторону, 7 часов в другую сторону. Ну, у вас хорошо получилось в одну сторону, 6,5 часов. Всем, чего и желаем. Всем, чего и желаем. Мартин, скажи, пожалуйста, вот Тенерифия, он единственный остров для дайвинга, или вы как-то куда-то еще едете? Нет, конечно, нет. У нас каждый остров можно нирять. Из всех 7 островов есть возможность нирять. У нас мы более-менее организуем путевки на Ланзароте, если кто-то к нам приезжает на Тенерифе. Потому что только есть прямый рейс на Тенерифе. На все остальные островы, может, еще на Гран-Канарию, сейчас не помню. И если есть прямые рейсы. Наверное, да, на Гран-Канарию прямые рейсы есть. Но люди, которые к нам приезжают, мы можем организовать для них дайверские путевки на Эль-Еро остров. Читается один из самых, более-менее, лучших для дайвинга. Почему? Потому что там очень запрещена рыбалка. Есть очень хорошее место для дайвинга. А единственное, что там наилучшее место, называется Эл-Бахон. Эль-Бахон – это дайверское место, где, по-моему, все хотят мириться. Это место, когда мы ложимся спать, мы идем отдыхать. А рыбы, когда ложатся спать, все хищники начинают жить. И это шоу увидеть, это стоит всего. Это серьезный, добрый выбор путешествовать. Потом у нас есть программа «Ланзароте». Как рейсы не летают на «Ланзароте» с Россией. Можно кривыми рейсами через Германию или через что полететь на «Ланзароте». Но есть у нас сафари-лодка. Это остров другой, да, как я понимаю? Это дальше остров, да. Это дальше остров, где делаем более-менее маленькие сафари до максимально 10 людей. Это небольшая лодка. Дайв сафари это получается? Это маленький дайв сафари. Это более-менее для 10 людей максимально. И в этом плане на заседе мы будем посещать 3 разные острова. То есть я понимаю, как организован дайвинг на Тенерипе. Есть береговая нырялка, да, так они в небольшом количестве, ну как я был, с лодки с бота. И можно даже на сафари сходить, правильно? Да, если это правильно, мы организуем с берега, дайвинг здесь, на Тенерипе и с лодки. Так само это самое предлагаем на Эль-Еро, когда делаем путевки на Эль-Еро, это другой остров. И есть самотный сафари, где проживается на лодке. Есть лодка, где можно проживать и выходить на остров, и делаются разные программы для этого. Угу, угу, угу. Отлично. Павел, ты в связи? Я здесь, конечно. Тогда тебе немножко поподробнее, да, вот тебе вопрос по поводу дайвинга, дайвсайтов на Тенерипе. Какие вот самые популярные рассчитаны вот на, ну у нас стандарт 5-дневной нырялки, да? Ну, на Тенерифе нужно приезжать, сразу нужно оговориться, что на Тенерифе незачем приезжать на одну неделю. Потому что за одну неделю человек успевает только устать. Отдохнуть он не успевает, и везде нужно бегом-бегом-бегом. Поэтому приезжать нужно как минимум 10-11 дней, а лучше всего на две недели. Тенерифе – это остров, в первую очередь, наземная программа, очень сильная, очень сильная наземная программа. И дайвинг здесь нужно сочетать вместе с наземной программой, а не так, как в Египет приехал. Это пустынное место, и где только нырять. Здесь нужно очень сочетать и то, и то, и то. Очень много всего интересного. И от этого идет кругом голова, и, конечно, одной недели не хватает. Поэтому, если говорить про дайв-сайты на Тенерифе, много очень интервью людей, которые приезжали, ныряли, видимо, от дайв-центров, у которых нет, может быть, лодок, может быть, просто деньги экономят, либо просто продают через экскурсионные компании, продают свой продукт, и за счет этого вынуждены отдавать большую комиссию. И в результате они организовывают потоковый дайвинг, чем мы с Мартином никогда не занимались. А мы занимались как раз больше общением для нас, потому что это жизнь. И мы хотим дать всем дайверам именно красоту. Мы не работаем как конвейер, как в Египте тоже принято работать как конвейер. Мы привыкли работать с каждым человеком индивидуально. Слышно меня, да, Павел? Да, 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 да. Я как раз пытаюсь сейчас показать фотографии. Понял тебя. И, конечно, здесь очень важно отношение, как если приезжает человек, и у него быстренько откатали его до свидания, следующий пошел. Конечно, может возникнуть негативное ощущение от дайвинга, потому что вода не такая теплая, допустим, как в Египте, она 2-3 градуса попрохладнее. Кораллы не такие яркие, как и в Египте, потому что там больше кораллов, которые цветные, разноцветные. Здесь немножко это другое, да. И, конечно, если нырять с берега, с пляжа зайти, нырнуть, то, конечно, ощущения будут не такие. И поэтому нужно очень правильно подходить к выбору дайв-центров, к выбору инструктора. И тогда, конечно, Тенериф откроется во всем своем великолепии, потому что очень сильная программа подводная. Здесь идут и стенки вертикальные, на которых растут черные кораллы. И очень много интересных пещер, в которых можно нырять начинающим дайвером с определенным уровнем, конечно, с уровнем advanced. Это не такие пещеры, где серьезные и серьезные, хотя и такие есть. Но пещеры, которые для начинающих проходные, гроты какие-то интересные, затонувшие корабли. Если хорошая погода, мы иногда делаем выезды на другую сторону острова. Место называется Горочика. Там кладбище затонувших кораблей. И там до сих пор можно на одном дайв-сайте найти до 8 или 13 старинных якорей, которые лежат огромного размера. Корабли, когда отрывало во время шторма, якори так до сих пор покоятся на дне. Совершенно сумасшедшие пещеры, вертикальные стенки, как я говорил. Ну и, конечно, это общение с крупной живностью. Это, как ты показал на фотографиях, уже это скаты. У нас идет здесь такое шоу, как кормление скатов. Когда скаты подплывают сами, клянчат у нас маленькую сардинку, рыбку. И, соответственно, мы их кормим, и есть возможность пообщаться вплотную, погладить их, потрогать. Они сами к тебе носом тыкаются, выпрашивают сардинку. Это, конечно, потрясное сделище. Есть очень много видео у Мартина и у меня с черепахами, где тоже наши знакомые черепахи. Они нас узнают уже в лицо, подплывают к нам, здороваются, общаются. И не надо за ними гоняться, они сами подплывают. Дельфины сами подходят, чтобы посмотреть. Это они плавают недалеко, в определенных местах, где есть рыба, где они пасут свою рыбу. И они подплывают, если видят или кто-то плывет, они подплывают и смотрят, не посягает ли никто на их зону охоты. И подходят довольно-таки близко, посмотрели, что все нормально, все ушли. И, конечно, остров Эльера – это уникальное место, как Мартин сказал про вулкан, подводный Бахон. Где Эльера, чем он уникальное место? Потому что Птолемей это место определил как край земли. Самая южная точка, даже западная точка. Дальше уже западнее нет ничего, уже дальше идут острова Карибские. И, соответственно, там очень нужно встретить много пилогических вещей. То есть я встречал там и китовую акулу, и манты приходили туда, и акулы совершенно невиданных форм, которых я нигде никогда не видел. И рыба-луна прямо нос к носу. Мы столкнулись с рыбой-луной, которую приезжают все смотреть на Бали, на Гилли-Айлендс. И вот здесь я плавал с ней вместе рядышком. Конечно, такие уникальные места, по которым, наверное, кроме мы, как мы с Мартиным, никто и не организует такие поездки. Павел, вот фотографии, которые я показываю. Да, это Дева Мария. Игорь подсказывает, что это табличка Кусто там. Да, это табличка, это на 40 метрах находится вот этот памятник Кусто. Значит, место это называется Пальмар-Кейв. Здесь в одном месте одновременно можно встретить до 50, наверное, иногда до 50 огромных скатов, там трех разных видов. И стоит памятник Кусто, и статуя Девы Марии, и пещера. Пещера, в которую можно довольно-таки спокойно с фонарями зайти, пройти по круговому, по кругу и выйти через другой вход. Не было бы, да. Через другой, через другую галерею. Мартин, ты там на связи, да? Вот мы с тобой говорили про пещеру. Вот ты мне рассказывал такую тоже, ну я, когда был легенду, что пещера имеет 800 или 900 метров длиной. Что в какой-то веке там, когда-то там несколько дайверов пошло и заблудил, до сих пор их не найдут. Так ли это? А, это пещера. Да, но мы пока не знаем, если это только, говоря об этом, нам не получилось до сегодняшнего дня это подыскать, потому что здесь такие пещеры, которые серьезнее были как-то перед пещерами, они засыпали каменями. И добраться к ним очень сложно. Как Павел говорит про пещеру, эту пещеру, которую видим, Кросс, да, это тоже, она, я скажу, пять лет назад со мной нырял 75 лет, да, ему было где-то 75 лет старый мужик из англичан, который приехал, я скажу, он меня попросил свести к этой пещере, потому что он мне сказал, я на этой пещере нырял 15 лет назад, я хочу на ней посмотреть. Ну, понимаешь, когда смотришь на дедушка старого с барлами, он мне потом говорит, у меня мой ласт, у меня мой регулятор, у меня все есть. Ну, хорошо, я пошел с ним нырять, после нырялки он, когда мне начал рассказывать про эту пещеру, я на него смотрел с ужасом, потому что, да, у нас есть сильное движение океана вокруг нас, там нанесло где-то более 5 метров песку в эту пещеру, он мне рассказал про эту пещеру. Какая она была огромная, какая она была длинная, что они, когда-то раньше очень в туннел, там длинные плавали и возвращались, да. Ну, понимаешь, есть еще много вещей, которые здесь надо как-то объяснить. Мы ищем всегда какие-то новые, как говорят при острове, что у нас есть место, маска называется, что было как-то сокровище для пиратов, которые сбежали от королев и от всех монархов раньше и здесь спрячились. Отлично, то есть мы ищем еще и сокровище пиратов, да, про легенды, да, что вот этот крест был поставлен в память о тех дайверах, которые не вышли из пещеры. Павел, это так или нет? Ну, считается, что в этой пещере погибло порядка, ну, считается, я слышал такую легенду, что погибло там около 7 человек и в честь этих людей поставлен крест. На самом деле это может быть просто страшилка или нифы, легенды, потому что, когда туристы приезжают и спрашивают, ну, расскажи нам про эту пещеру или расскажи нам про это место, и я вам сказать, как на самом деле или рассказать, как вы хотите слышать. Поэтому, Паша, если ты хочешь, как ты хочешь слышать, я сейчас тебе расскажу легенду про то, как группа дайверов в один прекрасный день заплыла в эту пещеру и не вернулась. Пошла группа спасателей, пыталась найти этих дайверов и не вернулась. После этого пещеру замаровали. Может быть, такая версия. Мартин может там придумать еще 5-10 версий. Инструктора из других дайв-центров, у них свои истории версии, поэтому это уже покрыто, былина покрыта уже пылью, поэтому действительно, как Мартин сказал, занесено сильно песком проходной. Осталось два больших зала. А туннели, которые идут в эту пещеру, они сильно уже заилины, сильно занесены песком во время мордефонда, когда происходит такое движение низинных слоев воды, несет песок, и это занесло. Поэтому, конечно, вполне возможно, что кто-то по дурости неподготовленный полез в этот лабиринт занесенный и там уже не сумел развернуться, либо дорогу назад найти. Все может быть. При нас таких случаев не было. И потом, конечно, мы не пускаем никого, если это действительно может быть связано с риском для жизни. Мы все-таки люди уже довольно-таки опытные. Мы не лезем туда, откуда не вернемся. Поэтому стараемся быть подготовленными и идти подготовленными людьми. В каждой правдивой истории есть маленькая доля правды. И в легенде тем более. Насколько я помню, от Эдрейфа, действительно, там очень много гротов и сложные условия погружения, особенно в условиях прибоя сильного. Создает такая сильная турбулентность. И действительно иногда... Мордефонда называется. Это мордефонда. Донные течения. Вот еще про что я успел увидеть. Вот сам фотографировал. Это мои фотографии. Акулу. Ангел-шар. Ангел-шарк. Это ангел-шарк. Мартин их очень захочет таскать. Да. Это мои любимые акулы. Я когда-то раньше работал на Кубе, прикормывал акулы, у меня осталась любовь к акулам. И здесь их не хватает. Да, я люблю акулы, люблю нередкость акулами. Эта акула очень хорошая акула. Я скажу, она спокойна. Она атакует, как все акулы, но только когда она чувствует себя безопасно. Но, как сказать, эти акулы находятся только в нашем районе. Ангелские акулы. Потому что как-то их рыбаки везде выбили, как-то говорят истории. Уже они не могут сказать, потому что у каждого по-разному идут эти истории. Но она в очень опасности на данный момент, потому что нет их много. И она постоянно сидит на песке, а рыбаки, которые спускают в сети их, ловывают. Потому что нет много этих акул. И когда человек встречает, это очень, 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 как сказать, хороший день. Бывают такие дни, когда-то было, я скажу, у меня были здесь дайверы, и мы 5 дней подрядом неряли, 5 дней подрядом находили акулы. Это был янувар, по-моему, когда вода еще прихолодная. Они держатся и в мелкой воде. Так, по боли, я их встречаю на глубоких водах. Когда делаем тесницкий дайвинг, где там больше 50, 60, 70 метров, там их дождь часто видно. Потому что вода прихладнейшая, как на поверхности. Потому что у нас вода более-менее всегда разница в температуре 2-3 градусов. Вода зимой у нас упадает минимально до 19 градусов. И летом на поверхности у нас достигает 26 градусов. Вот как раз тут и провокационный вопрос. В какое время года к вам лучше приезжать, чтобы не замерзнуть, или наоборот, чтобы не перегреться? Это округлый год. Я скажу, округлый год здесь хорошо приезжать. Потому что, если мы смотрим на погоду на острове, здесь постоянно, как вы видите, солнечно. У нас очень редко дни идут, когда здесь пасмурно или нехорошая погода. Я скажу, с 365 дней у нас получится 355 дней хорошие. И бывает так, что есть пасмурно, есть облаки, есть... Но всегда есть тепло, всегда есть чем-то заняться. Под водой? Здесь не вопрос. И если в округлый год много живности, много скотов постоянно. Здесь нет сезон, как в разных других странах, где сезон не надо ехать на дайвинг. Как мы скажем, что апрель-май надо ехать в такие места. Там от мая до, я не знаю, до септембра в такие места. У нас это нет такого. У нас всегда постоянно человек встречает хорошие гуф рыб и разные живности. Это меня здесь задержало на острове, потому что постоянно летят где-то в другую страну, чтобы встречать там кулукита или тунца, или видеть каких-то скатов. И есть определенное время, когда они где-то находятся, и надо за ними ехать. Не знаю, есть возможность это все увидеть. Ну, понятно. Значит, это доступно круглый год, что очень, в принципе, радует. Я хотел еще немножко дополнить, если меня слышно. Я хотел немножко, Мартин, дополнить, что не надо забывать про наземную часть. Мы к этому перейдем, Павел. Потому что если мы говорим про сезонность, про весну, то, например, весна – это цветение. Когда все горы в цветах, когда на Ильера маковые поля, на Интернерифе тоже маковые поля обалденной красоты. То есть температура водички чуть пониже, но зато красота неописуемая на земле. Наступает другой сезон, наступают фрукты пошли. Наступает осень, подводная часть, теплая водичка, Штилевое море, как на озере вода. И так круглый год меняется все постоянно. Потом октябрь, ноябрь, декабрь – каждый месяц начинается февраль, карнавал здесь. Круглый год, Паша, вот не поверишь, круглый год. Поверю, потому что я сам приезжал к вам зимой. Зимой приезжал, и очень было интересно, как всегда. Здорово окунуться из холодной зимы в теплое море либо океан. Здесь больше, наверное, еще тогда вопрос, в каком костюме нырять. Зимой все-таки, наверное, немножко прохладно на сухой костюм. Или семерка с капюшоном, конечно. Семерка, капюшон, поддевки. А летом до скольки вода прогревается? Летом, как Мартин сказал, в сентябре-октябре вода прогревается верхние слои 25-26. Если на глубине где-то 40 метров, это 24. Это самое холодное 24, да. То есть есть тоже термоклин. Нет, термоклина нет. Термоклина нет, это гальпстрим. У нас мы зависим от гальпстрима. Гальпстрим ушел, водичка стала 19. Гальпстрим пришел, вода 24. А наверху прогревается верхний слой, а от солнца прогревается. И от камней. Да, бывают температуры на глубинах где-то глубже, да. Потому что в последнее время очень много техники не гряло. И я скажу, что меня удивило самого, когда на глубине 60-70 метров в септембре-октябре 25 градусов вода была. И человек, когда не греет сухари, придет жарковато под водой. Здесь вот Салават Динатулин из Инстаграма поблагодарит Мартина за хороший дайв. Если я неправильно называю, прошу прощения. Вот тоже из Инстаграма у нас комментирует тоже. Нормальное время – июль-ноябрь. Это мнение наших коллег-дайверов. Так, по ходу дела я тут вопросы смотрю. Ну, такой меркантильный вопрос. В принципе, он всех, особенно в сегодняшнее время, интересует. Какова стоимость погружений? Если так поделить, рекреация и техно-дайвер. Ну, я про рекреацию расскажу. Я могу рассказать про рекреацию, Мартин, ты да, по технике. Рекреационные дайвы, опять же, зависят у нас от количества погружений. Есть пакетное погружение, когда человек ныряет больше трех дней. И цена варьируется от 55 в среднем до 65 евро за два погружения. И если оборудование нужно, то стоит порядка 15 евро за целый день от оборудования. Это, что касается любительского дайвинга Натан Рипа. Где-то в каких-то дайвцентрах может быть на 5 евро дешевле, в каких-то на 5 евро дороже, но гуляет вот в этой цене. От 55 до 65 евро. Мартин, ты по технике-то расскажи по техническому дайвингу. Да, но с техническим дайвингом здесь не так плохо, как в целом мире. Потому что читается цена гида 70 евро. И у нас цены газов, если делаем глубокие погружения, что будем говорить о тримикс, цены газов есть 0,065 за helium, 0,025 за оксиджен, что очень хорошая цена на то, что мы живем на острове и что закупуем этот газ. А как мы начали продвигать очень, 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 очень силно в прошлом году дайвинг на репридорах, потому что технический дайвинг очень не дешевле, так же стараемся их продвигать через репридоры, потому что это эконом-вариант. Много людей, которые нереально на репридорах, они сами знают. И как-то стараемся всех подпоровать. Аренда скутера на день, на два окружения, выходит не больше 50 евро. Аренда может арендовать репридор, который стоит 250 евро, аренда репридора, да, так же это, когда проблему прогружения делается. А когда человек хочет себе сделать и нереать на репридоре, то есть 120 евро на репридор, на аренду. Конечно, цена округлая выходит в почте, я не знаю, вам точно сказать, 50, 60, 70, ну, на технический дайвинг где-то около 200-250 евро выходит на хорошее погружение и за всеми газами. Тогда, Мартин, скажи, пожалуйста, вот, понятно, по ценам, да, но примерно плюс-минус все одинаково. А что такого в техническом режиме, да, на глубине? Что там есть такое, что можно посмотреть? Мне жалко заплатить там 70 евро, 50 евро за скутер и еще за одной репридор прихватить. Да, но, скажу так, есть вариант или нереать здесь на юге острова, где более-менее океан всегда спокойный и можно получить удовольствие с подводного мира. Подводный мир здесь у нас на 50 метров у нас есть затонувший корабль, где много людей очень любят нереать на него. И за это... Какое глубине этот репридор лежит там? 50 метров. От 50, от 47 метров до 63 метров. Он разложенный, так же это единостатый. Есть очень интересный вулканический ландшафт под водой, который в большинстве подкрытый черным кораллом. Или коралл есть очень ландшафт, где есть покрытый, называется апрессиновый коралл, это оранж коралл. Очень красивый коралл, который не находится на многих местах, но на глубинах от 50 метров он можно встречать. И потом у нас есть очень... на севере есть хорошее место. И у меня одно из наилюбнейших мест, это Рападура. Рападура считается это стенка с тектонистскими клетками, потому что Канадские островы находятся в зоне тектонистской плиты. И когда земля формировалась, или как-то я скажу, когда островы формировались, очень много плит выбрало формирование на дно. Они находятся на глубине 40 метров плюс, где находятся очень много горгонии. И красная горгония, желтая горгония в большом объеме. Я скажу, что ростом до 3-4 метров. Так что есть, что посмотреть, очень интересно. Я говорю, есть гроты, которые есть на глубине 30 плюс метров, и потом есть гроты, которые, пещеры, которые есть на 60 метров, которые не дошли проверены, пока не было времени. Или, я скажу, еще не был человек, который безумно там пошел и проверил эту пещеру. Даже ждем. Ждем. Есть чего посмотреть. Следующий вопрос, не скажешь, что необычно, это к Юле. Юля, вот приезжает во многом с семьями, муж, жена, один ныряет. Ты ныряешь, тебе больше поезда. Кто-то ныряет, да? А что там девушкам заниматься, пока вот вторая половина ныряет? Мужа искать. Мужа искать, это раз, как я. Честно. Ждать его, ждать. Случайно, ну так. Нет, Отов уникален тем, что здесь можно с семьей, с детьми путешествовать. Можно, ну, пляж, море, это, естественно, океан. Пляж, океан, песок, это одно, солнце, это другое. Лора парки, всевозможные аквапарки, развлечений платных тоже очень много. Тейды, экскурсии, да, как бы потрясающие. Есть пешие прогулки по горам, морские прогулки. Много разных удовольствий, развлечений. А шоппинг, шоппинг как там? Ну, шоппинг это вообще отдельная история. Дешевые. Конечно, Санта-Крус, шоппинг Санта-Крус, это целый день и не один день, да. Так что, девушки, можно там еще и пошопиться. А мы плавно переходим к наземной программе. Все понятно, в принципе, как-то с дайвингом, да, который я, как еще раз, подводя наш небольшой итог, что мы можем погружаться как с берега, как непосредственно из порта выходить на дейли-дайвинг. И еще Мартин подсказал такую фейнку, что можно все-таки на сапаре сходить. Есть и технический дайвинг, очень развит в этом регионе, в Атлантической океане, куда можно заходить на пещерки, да, каверны и по рекам. Рекки, в общем, и страшно сказать, да. Вот, Павел, скажи, пожалуйста, вот в рамках, там, 10-14-дневного тура на Тенерифе, как ты говоришь, что, в принципе, меньше-то не особо успеешь посмотреть, правда, конечно, как в разное время, что ты рекомендуешь посмотреть между дайвингом, либо после дайвов, какие топ-3, там, допустим, лучших мест на Тенерифе, куда, ну, вообще, надо поехать. Нельзя мне поехать, понятно. Но Юля начала говорить уже, что обязательно к посещению это Аквапарк и Лорапарк, потому что Аквапарк у нас по версии TripAdvisor считается лучшей в мире. Лорапарк считается одним из лучших в мире, ну, не могу сказать, что самый лучший в мире, да, но один из лучших в мире зоопарков, поэтому для семейного посещения, да и для дайвов это все очень интересно. Потом, как Юля уже сказала, обязательно шоппинг. Вот она забыла сказать один важный момент, который интересен будет всем. У нас же все-таки зона пониженного налогообложения, и если в Европе налоги там 21 и выше процентов, то у нас всего лишь 7 процентов их их. И поэтому, конечно, все очень дешево, и так как многие товары и фабрики находятся на Тенерифе, это будь то бенетоны, производство, поэтому здесь очень дешевый шоппинг, очень качественный товар, и поэтому, конечно, шоппинг, это нужно приезжать сюда. Вот, а по экскурсионным программам, в первую очередь, это Тейда. Тейда – это вулкан, который считается символом наших Канарских островов, самый высокий вулкан в Европе и самая высокая гора в Испании, 3718 метров по высоте, совершенно потрясные под Тейда и вокруг Тейда, совершенно потрясные пейзажи – это леса, эвкалиптовые леса и сосновые леса, которые длинные сосны с длинными иголками, которые впитывают влагу из облаков. Совершенно потрясное место, которые маленькие городочки, которые находятся на севере, это, например, Канделярия – город, который со своей историей отдельно рассказывает и расскажет. Обязательно Мартин упоминал про пиратскую деревню Маска, куда нужно поехать, пункта Тена, мыс Тена, где одинокий маяк на косе стоит, где идет встречная волна, как раз идет волна от океана, открытая океанская волна и встречается на этом пункте Тена. С одной стороны, она перехлёстывается, волны перехлёстываются открытым океаном, а с другой стороны уже прикрывают ее Тенерифы. Место совершенно потрясное. Маленькие городочки. Гра Чика, Ико де Лос Винос. Много-много всего и очень интересно. Очень красивый город на той стороне островов. Санта Круз – это столица. Пуэрто де Ла Круз. Ездить, ездить, ездить и ездить. Не говорю уже о том, какие здесь гастрономические туры, потому что народ, когда приезжает, я говорю, ребята, что вы хотите? Вы хотите пить вино, кушать мясо вкусное, козлятина попробовать, которую вы нигде не попробуете? Поехали. Едем, значит, в маленькие ресторанчики, посещаем из бодеги в бодеги. Вот как раз фотография тоже по дороге, это в горы, да? С местным гуанчей фотография. Вот. И едем, посещаем местные бодеги, где готовят вино, где растят виноградники, где своими руками все это можно пощупать, бочку откроют, из бочки там специальным ковшом нальют тебе вина. Будешь пробовать, дегустировать, будешь понимать уже, что такое настоящее вкусное красное вино. Ну, и не только красное, но и белое, конечно. Вот. Поэтому, конечно, мало, да и двух недель мало, и одного приезда мало. Поэтому люди, те, которые приезжают на Тенерифа, нет людей, которым не нравится Тенерифа. А тем, кому Тенерифа нравится, те начинают сюда приезжать постоянно. И приезжает это то место, куда народ возвращается. Много мест, куда приехал, посмотрел. Ну и ладно, хорошо, я отметился, поехали. На земле очень много мест, которые стоит посетить еще. Но Тенерифа – это то место, куда народ возвращается регулярно. Приезжают дайверы, говорят, о, место обалденное, на следующий год приедем со всей семьей. Приезжают с детьми, приезжают с женами. И начинают с женами тоже, жены тоже в восторге, и начинают уже сюда постоянно приезжать. Многие остаются здесь жить. Да, Юлия? Да, 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 мы уже видим. Тема, кстати, вот мне тоже удалось в будущем… А, да, Роза. Побывать, да, на цифре. Это красивое место. Да, это… Мне вот впечатлило вот эти куски застывшей лавы. Так ведь, Павел, да? Совершенно верно, да. Тенериф – это вулканический остров, остров, который был спаян с градообразующим вулканом много сотен тысяч лет назад. И в результате из трех островов образовался один остров. Потом в результате под действием силы, тяжести вот этот мощный вулкан, он провалился вниз, образовался 17-километровый цирк такой, да, который сейчас можно даже видеть. И вокруг него остатки этого вулкана старинного. А с левой стороны выперло вот это как раз Тейда, который сейчас у нас является символом Канарских островов, символом Тенерифа. Кстати, вот ведет канатная дорога. Но это может показаться, кстати, что это пустынные такие горы, это просто канатная дорога уже на высоте больше трех километров, надо заметить. Потому что крайняя точка, куда подходит фуникулер, это три с половиной километра. И там уже, конечно, нет ни деревьев, ничего. А если фотографию сделать в обратную сторону, то, конечно, можно увидеть все эти фантастические совершенно леса, где мы с ноября по февраль собираем грибы, ходим за грибами, и растут и белые грибы, и маслята. И мы, конечно, вот собираем грибы. По грибе мы любим грибы. По грибе, по грибе, да. А правда, что возле вулкана Тейды проводилась съемка фильма про лунный пейзаж? Паша, здесь только что, только не проводилось. Здесь сотни фильмов снимаются. И снимался «Битва титанов». И я наблюдал непосредственно съемку на новом отрезке автописки, когда мне навстречу проехали тягачи с тремя танками, и потом ехали гоночные машины. И я навстречу еду. Я не могу понять, что здесь на Тенерифе делают американские танки. Оказывается, это у нас снимали фильм «Форсаж-6». И вот на Тенерифе за счет вот этих пейзажей, конечно, приезжают... Ну, таких пейзажей больше нет нигде. Это фантастика. Наверное, вот у нас на Камчатке еще такие пейзажи есть, да? Но это на Тенерифе, да. Это фантастика. Да, да, очень интересное, уникальное место. И тут у нас вопросы. Вот Олег Каменец. Есть ли погружение в районе Лос-Гигантес? И вообще, подводные, говорит, вулканы, они там действуют? Шебушат или спят? Лос-Гигантес? Подводный вулкан? Нет, там нет. Нет, нет там подводного вулкана. Подводный вулкан сколько, Мартин? Года 4 или 5 назад на Ильера закончил? Лет 5 назад. 5-5 назад, который был активнее. Два километра. После был два километра от острова Ильера подводный вулкан, было извержение. Ильера был временно закрыт для посещения дайвинга. И дайверов, да? Даже какие-то участки, по-моему, на всякий случай эвакуировали. И после этого пришло, так как вулкан подводный выделяет очень много минералов из-под воды, да? Из вулкана идет, из земли. После этого было очень большое... Да и уже так и осталось. Большое нашествие рыбы. Очень много рыбы пришло после этого. Потому что все перемешалось. Потом все это дело осело. И много органики осталось над ней. Вот на эту органику приходили, пришла рыба. Да, это было. И подводный вулкан, Ильер мы как раз и ныряем. Иль-Бахон это и есть подводный вулкан, только более старый. Там же вон в основании с одной стороны идет свал, там почти до 100 метров, на 20 метрах там воронка такая в виде ванны, в которой можно лечь полежать, это из кратера вулкана. Да, правильно. Здорово. А все-таки вторая половина вопроса была Лос-Гигантас. Есть дайвинг в этом районе? Лос-Гигантас, он просто выглядит со стороны моря очень впечатлительно, потому что вот эти 700-метровые утесы, которые вверх идут, они создают впечатление, что под водой то же самое, на 700 метров они также вниз идут. На самом деле это не так. Это дело не так, там глубина порядка 30 метров, там есть тоже и скаты. По моему мнению, Лос-Гигантас это не самое интересное место, которое есть на Тенерифе, но тоже 2-3 сайта есть очень неплохие там. Да, но это не то, что вот как кажется снаружи, вверх пошел утес и вниз думаешь, что же самое, он продолжается. К сожалению, это не так. Но там недалеко есть маска, как Мартин сказал, маска как раз среди этих утесов, а маска это пиратская деревня. И раньше жили пираты, и соответственно есть большое подозрение, что под остатками камней где-то валяются пиастры. Ага, пиастры, пиастры. Да, за кровища должен быть найден. И вот в заключение, Павел, ваши все-таки рекомендации, как приезжать на Тенерифе, потому что есть пакетные дуры, кто-то может берет регулярные рейсы, кто-то живет в отеле, кто-то в апартаментах. Какой уровень примерно цены, разбросы, комфорта? Я могу сказать, что лучше всего обращаться к тем людям, с которыми вы будете потом общаться и которые за это все будут отвечать. То есть лучше обращаться к нам с Мартином. Соответственно, у нас есть, конечно, потому что мы же делаем, у нас есть, например, дайв-пакеты такие, в которые входит, например, пакет называется State Dive and Drive, в котором стоит проживание в апартаментах. То есть есть апартаменты, то есть через Booking.com, если ты забронировал, ты заплатил цену и плюс еще заплатил комиссию Booking.com 15%, если так секрет открываю. Обращаясь к нам, вы получаете цену без этого Booking.com 15%, плюс оттуда мы делаем еще скидочку, потому что вы приезжаете к нам и берете и пакет проживания, и дайвинг, еще плюс получаете машину в придачу на неделю. И здесь цена получается, если, допустим, приезжают четыре человека дайвера, останавливаются в апартаментах наших, получают пакет дайвинга, получают машину, и цена получается на одного человека порядка 350 евро за неделю. Это полностью за апартаменты, машину, дайвинг. Поэтому, Паш, как ты считаешь? Я считаю, конечно, это будет... Да, я считаю, что надо собирать чемоданы, когда откроем, конечно. Конечно, делаем скидочку там, делаем скидочку там, делаем скидочку там, в результате человек получает готовый пакет по минимальной цене, а мы получаем готового клиента, которому мы отдаем и вот это, и вот это, и которым мы спокойно занимаемся, и заранее у нас в плане прописано, стоит в плане заряжено. Но не забудь не сказать, что есть другие варианты, которые люди всегда нишат, и мы можем их флексибированнее исполнять. С этим пакетом, да. Здорово. Ну что, дорогие друзья, мы уже чуть больше часа в эфире. Напоминаю, что у нас был в гостях славный остров Тенерифе, один из семи островов Канарского архипелага, так как он зовут. И вот, и у нас в гостях был Мартин Цекер и Павел Маркелов. Так что, дорогие друзья, как только откроется возможность и вы соберетесь, рассматривайте все варианты, ну, в том числе и Тенерифе. А куда обращаться, вы знаете. Пишите, звоните, говорите. Всегда рады вас слышать, видеть. До новых встреч. Павел. Но по сарам. Мартин. Большое спасибо. Пока-пока. Спасибо. Паша, Юля. И вам доброго, друзья. Счастливо. До встречи. Пока-пока. 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 Продолжение следует...